Добрый день! Расскажу немножко про правила проведения нашей встречи. Я думаю, что вы все прекрасно знаете, что наш замечательный автор, в первую очередь не автор, а молодая мама. Мама почти трехмесячного малыша, у которого режим кормления. Поэтому и так спасибо большое, Даша, что ты героически приезжаешь и в Петербург, и в Москве, нашла возможность встречаться с читателями. Но мы будем относиться очень щадяще к режиму, поэтому мы сейчас немножко с Дашей поговорим про книгу. Потом будут вопросы из зала, а потом можно будет подойти, не подписать книжку, потому что малыш не выдержит такого долгого ожидания. но получить вот эту прекрасную закладку, рисунок на которой нарисовала Даша и от руки подписала пожелание. То есть все, у кого есть книжка, потом в конце встречи могут подойти, сказать, что это приятное и взять закладку. Не будем долго вас утомлять долгим разговором, потому что я понимаю, что у вас, видимо, у самих очень много вопросов к Даше. Ну, начнем. Я хочу с вами поздороваться. Очень рада, что вы пришли. Спасибо вам большое. Немножко волнительно, потому что мы действительно первый раз в этом магазине, поэтому у нас тут такой дебют. Но очень рада вас видеть в такой солнечный день. Надеюсь, что мы приятно с вами время сегодня проведем. Спасибо большое. Книжка вышла меньше месяца назад. Мы напечатали заранее очень большой тираж, а вчера было принято решение уже делать док-тираж. Это очень важно, и это говорит о том, что любители не только вдохновения, но и дачи живет в нашей стране, и не только в нашей стране, очень много. Это очень радует, потому что, на самом деле, как никогда сейчас нужны книжки про добро, уют, красоту и так далее. Вот расскажи, пожалуйста, какие-нибудь... Сроднилась ли ты с этой книгой за сколько? Три месяца? Нет, три недели, когда она вышла. К нам с 1 марта. Вот привыкла ли ты к ней? Как часто ты ее смотришь по утрам? Что сказала семья? Расскажи. Да, я к ней привыкла, и в отличие, например, от первой книги, которую я очень боялась открывать, и до сих пор, честно, ее даже не читала, просто иногда рецепты там сама смотрю, что поготовить. Эту книгу я прямо сразу, во-первых, всю прочитала, как только получила, и на самом деле я часто ее открываю. И какую бы я сейчас фотографию не хотела сделать, как-то она везде подходит, хочется везде ее положить. В общем, эта книга для меня, наверное, оказалась даже более близкой, потому что в ней много личного, много такого авторского текста, который я пишу именно про себя, не только для вас, то есть чтобы вас вдохновить, но и какие-то личные воспоминания, личные переживания там собраны. Поэтому, конечно, эта книжка для меня, она немножко ближе. И сейчас, поскольку весна, и в ней очень много таких весенних, летних фотографий, я часто ее открываю просто для своего вдохновения. По поводу того, как отреагировала семья, на самом деле я даже удивилась. Мне сестра присылала фотографии, вся в слезах, родители все в слезах. Им, конечно, очень понравилось, потому что они и про себя тоже что-то прочитали, что-то забытое, и для них это тоже было очень трогательно. И, конечно, оформление. Мама, как всегда, она очень любит мои рисунки, поэтому ей особенно важно именно визуальное оформление книги, поэтому им очень понравилось. Давайте тогда еще на рисунках как раз сосредоточимся, потому что на самом деле для меня, как и для издателя, я, кстати, не представилась, меня зовут Наталья, я директор книжного издательства «Комсомольская правда», и мы издаем только очень красивые книги, потому что книжку должно быть не только приятно читать, но и держать в руках. И когда она лежит у вас дома, то она должна лежать не просто так, а приносить удовольствие и быть элементом декора. Вот книжки Даши, книгу «Вдохновение. Романтика. Дача» безусловно, книжки, которые, как мы говорим, можно даже не читать. Достаточно того, что они стоят, поднимают настроение, и в солнечные дни или, наоборот, в грустные дни можно их полистать, вдохновиться. Даже не обязательно готовить по рецептам, но просто именно вдохновиться этим. Рисунки, все рисунки до одного в этой книжке, на обложке, на форс, на оформлении всех страниц, выполнены рукой у Даши, которая в тот момент ожидала прекрасного льва. То есть малыш, находясь еще в животике, маме помогал создавать вот эту красоту. Расскажи, пожалуйста, что тебя вдохновляло именно на вот эти рисунки, почему выбраны именно эти цветы. Это гамма, про которую я не устаю ей восхищаться. Такая очень тонкая, как будто бы гербарий. Согласитесь, такое ощущение, что у нас на обложке гербария на самом деле это не фильтры никакие, а именно вот так вот тонко переданы оттенки таких немножко томных цветов. Не знаю, как еще сказать. Вот расскажи, пожалуйста, про свое отношение с цветами, с цветами, которые растут, и с цветами, которыми ты их рисуешь. Да, в этой книге очень хотелось, конечно, добавить цветы, чтобы она получилась такая весенняя, летняя. И цветы я добавляла те, которые у меня ассоциируются с каждой главой на обложке. Например, мне хотелось просто собрать те цветы, которые есть на даче, которые мне самой нравятся. И хотелось цветы из разной цветовой палитры, то есть там есть и такие холодные, и сиреневые, есть голубые оттенки, есть розовые, чтобы она получилась в целом такая весенняя, не такая однотонная, как книга «Вдохновение», которая должна подходить ко всем сезонам, поэтому она такая сдержанная. Здесь, конечно, больше цветов, но вот так у меня получается, что какие бы цвета я ни брала, они у меня всегда получаются вот такие приглушенные. И даже когда у меня есть, например, синие, фиолетовые, то люди все равно мне иногда пишут, что почему один бежевый? Ну то есть почему-то воспринимается так немножко припылено все, конечно, это и то, как я фотографирую, тоже накладывает отпечаток, но тем не менее, вот почему-то у меня все получается вот именно в такой гамме. По поводу иллюстраций, которые на каждой главе, на каждом разделе, то это как раз мои ассоциации с этой главой. Например, в главе «Воспоминания» это «Малина», потому что на всех дачах у нас было очень много малины. В главе «Обустройство» это «Клевер» и «Пчела» или «Шмель». Я когда рисовала, даже не задумывалась, кто это, потому что это вот такая ассоциация у меня с трудом, с нашим участком. В первой главе «История» там ветка яблони цветущей, а самая последняя глава это уже «Созревшие яблоки», то есть такое завершение, как бы книги, отсылка к первой главе. Поэтому, и, конечно, я еще добавила немного вот таких вот контурных иллюстраций, как в книге «Вдохновение», потому что хотелось немножко их связать между собой, чтобы они были как бы такой серией, может быть, каким-то подарком, если их подарить вместе. И поэтому вот я добавила еще такие иллюстрации. И вообще мне, если честно, очень нравится именно сочетание цвета и просто вот таких вот как бы набросков. Мне кажется, что вместе это смотрится очень гармонично. И еще цветные иллюстрации, они не очень хорошо смотрятся, ну, с фотографиями, поскольку немножко спорят, когда есть и цветная фотография, и цветная иллюстрация. Поэтому вот такие тонкие иллюстрации коричневого оттенка, они, мне кажется, что просто как-то очень гармонично в книге смотрятся. Я видела, что ты уже дома прорастила мускари и гиацинты. Или как еще ты готовишься к весне, которая нас не балует, скажем так, в этом году, не торопится. Вот как ты дома сейчас в Москве уже завлекаешь благодаря цветам или еще каким-то маленьким секретикам весну внутрь дома, пускай на улице холодно. Вот расскажи, пожалуйста, как ты этот март проводишь в плане цветов, что тебя окружает? Ну, самое первое, что я делаю в начале каждого сезона или даже чуть-чуть заранее, я начинаю со своего рабочего стола. Я меняю там немножко оформление, то есть в целом оно одинаковое, но какие-то детали я меняю. Например, рамки с картинками, какие-то открытки. Например, сейчас я добавила весенние винтажные открытки с птичками. Я заменила какие-то цвета, ниток, которые у меня стоят на деревянных таких катушках. Также у меня есть наперстки на каждое время года, тоже винтажные английские наперстки фарфоровые. Что еще? Ну, в общем, я ставлю какие-то вот такие акценты. Например, еще чашки я ставлю тоже по цветам. Например, зимой это какие-то красные оттенки, сейчас зеленые, ботанические тоже иллюстрации. В общем, я начинаю со своего рабочего места, потому что больше всего времени я там провожу, и когда я сижу за компьютером, то очень приятно отвлекаться на что-то такое настоящее, что-то вдохновляющее. И это то, с чего я начинаю. Раньше я еще всегда составляла мудборд на сезон. Сейчас я немножко от этого отошла, потому что много-много лет я каждый сезон его составляла, и сейчас я больше именно реальными предметами себе создаю это настроение. Еще я меняю наволочки на подушках, например, на креслах, на диванах. Меняю какие-то картины. Сейчас, конечно, у нас не так много именно настенного декора, потому что квартира пока съемная, и сильно сверлить я там себе не позволяю. Но немножко, конечно, все равно добавляю вот такого весеннего настроения. И, конечно же, цветы. Мне кажется, что это самое простое, самое быстрое, что может поднять настроение и создать атмосферу, просто поставить на стол какую-то композицию. Это может быть всего один гиацинт, например, в винтажной чашке или в молочнике. И сразу уже будет очень нарядно. Расскажи, пожалуйста, про первоцветы на даче. Вот твой любимый. Я делаю вид, как будто бы я не знаю, какой любимый цветок у Даши. Расскажи, пожалуйста, про свои любимые цветы и почему это именно первоцветы. То есть, ну, понятно, что все после черно-белой графики зимы очень ждут, чтобы уже прорезались какие-то яркие цвета. И они еще всегда ароматные очень такие. Вот расскажи, пожалуйста, как ты встречала весну у себя дома в Новосибирске, где зима еще более суровая, чем здесь. И вот первоцветы, что они вообще в твоей жизни значат, с чем ассоциируются, с чем связаны. Ну, это действительно мои самые любимые цветы, мускарики, нарциссы, потому что на даче у бабушки, на нашей даче, на даче прабабушки, всегда они первыми появлялись. И когда мы встречались с семьей после зимы, то это всегда весь участок был в нарциссах, мускариках. И какое-то это ощущение не только про цветы, а как раз вот про первую встречу после зимы и с семьей. Поэтому, конечно, эти цветы, они такое еще значение для меня имеют более серьезное, нежели просто красивые цветы и весенний аромат. Но, конечно же, мне кажется, еще первоцветы, они особенно тем, что они очень сочные, не такие, как летние цветы с тонкими лепестками. Они очень такие насыщенные и по аромату очень сильные. Поэтому, конечно же, эмоции вызывают очень сильные. Проращиваешь ли ты листочки? Потому что сейчас очень такая модная тема. Это уже, кстати, можно прям всем вот по дороге сейчас домой немножко сорвать еще засохших, не проклюнувшихся веточек, поставить их дома. И даже раньше, чем Пасха, 16 апреля, они уже должны пустить зеленые вот такие клейкие листочки. Вот ты что-нибудь такое проращиваешь? Нет, я еще так никогда не делала, но все хочу попробовать, да, как раз к Пасхе. Мне кажется, что это такое нежное и не такое банальное, как просто цветы. Так что я бы хотела попробовать. А делаешь ли ты гербарии? Да, конечно, гербарии я собираю, на даче собирала, потому что я веду переписку по почте. И всегда очень приятно положить письмо о гербарии. Также я им украшаю блокноты, когда веду какие-то тоже вдохновляющие страницы, развороты. Им очень здорово украсить страницы. И вообще, в принципе, в декоре гербарии очень здорово использовать. Из него можно какие-то панно составить, картины. И тоже использовать как настенный декор. Поэтому гербарий я собираю. У меня был специальный пресс для него, но как-то все-таки мне ближе его складывать в книге. В этом что-то, мне кажется, более такое душевное. Не подружилась я со специальным прессом, поэтому продолжаю по старинке. Мне кажется, я думаю, вы согласитесь с нами, что Дашины книги просто просятся для того, чтобы в них закладывали василечки, какие-то лютики, анютины глазки, возможно. Потому что здесь и странички такие, они так сделаны, что не повредит. Даже если сок немножко из цветочка выдавится, прям просится сюда. Вот такая вот красота. Поэтому очень вам всем рекомендуем книжку еще и наполнять своими собственными ощущениями, воспоминаниями, потому что каждый цветок, который мы срываем, всегда связан с каким-то воспоминанием. Даже если это просто солнечное утро где-нибудь там на озере, это уже большой-большой праздник и событие. Даша совершенно замечательна тем, что это человек, который не ждет каких-то особых поводов или особых праздников, а каждый день наполняет хотя бы свой собственный дом для своего мужа, теперь уже малыша, сестричек и так далее. Дом красотой. Мы все видим, с каких-то чашек пьешь утренний кофе, как у тебя на кухне и так далее. Вот расскажи, не устаешь ли ты от этого, не бывает ли иногда желания вот уже, знаешь, там прийти и, не знаю, там поесть со сковородки, условно говоря. Конечно, такое бывает, особенно сейчас с ребенком. Это как-то все на бегу. Но, тем не менее, я иногда все-таки устраиваю такие красивые чаепития. То есть это не то, что я не устраиваю некрасивых, наоборот, просто это от случая к случаю, но просто чаще, чем в празднике. То есть это не на все приемы пищи, но, например, один раз в день, особенно на завтрак, потому что я очень люблю утро, и еще такое хорошее настроение. По утрам всегда к вечеру уже устаешь, а утром хочется просто вот, чтобы немного зарядиться, вдохновиться, себе немножко обустроить красиво. Не обязательно это прям какая-то сложная сервировка, просто, например, красивая чашка или какой-то цветок, или просто завтрак немного украсить. Мне кажется, что просто это очень поднимает настроение и выводит жизнь на такой уровень более эстетичный, из просто бытового. Поэтому я стараюсь этому уделять время. Не столько я устаю от этого, сколько наоборот, это мне дает какой-то отдых, потому что, когда я работаю чаще всего за компьютером, то есть это кажется, что это все вот так вот феи сделали. Это по большей части работа просто за компьютером, как у большинства людей в офисе. Просто я это делаю дома. И поэтому хочется немножко сделать что-то своими руками, и я действительно отдыхаю. Даже когда я фотографирую и составляю какую-то композицию, это прямо отдых для меня. Давай вернемся к нашему любимому теперь уже в КП, в издательстве малышу. Это наш такой сын полка. Я Дашу привожу в пример всем будущим мамочкам и всем мамочкам, кто как раз у нас очень урожайный год у авторов в этом году и в прошлом. На малышей такой бэйби-бум среди авторов. Даша совершенно замечательная мама, потому что, во-первых, опять же не устаю про это повторять, что этот человек, который не сорвал нам, не задержал больше на 5 минут сдачу материалов. Как издатель могу сказать, что это не просто редкость, а это уникальный совершенно случай. То есть человек, несмотря на беременность, несмотря даже уже на роды, уж не говоря про переезд из Новосибирска в Москву, вел себя суперответственно и супер качественно. И малыш, мы все время думали, как же это, неужели не тяжело? А я понимаю, что это наоборот, тоже животик, он придает еще больше сил. То есть когда ты с ним советуешься, наверняка же ты с ним разговаривала, вела внутренний диалог, какую рамочку поставим, на какую страницу и так далее. И когда у нас тоже малыш ездил с нами вместе в Санкт-Петербург, тоже давал маме выступить хорошо и погулять красиво. Что на самом деле лишний раз подтверждает, что ребенок очень зависит от того, в какой атмосфере он родился, от семьи. Если семья спокойная и веселая, как Даша и Кирилл, то, соответственно, и малыш тоже такой вытягивает счастливый билет. Билеты тоже растет спокойно и дает опять же родителям возможность вести нормальный образ жизни. Вот расскажи, пожалуйста, как он за эти три... В общем, расскажи про нашего соавтора. Уже главные успехи вот за эти три месяца. Чем он тебя удивляет, чем поражает, чем больше всего радует. Вот что ты для себя открываешь вместе с ним каждый день. На самом деле, вот когда я была беременна, я знаю, что многие прямо в это время как-то планируют, продумывают, чем они хотят, чтобы ребенок занимался, кем он станет, когда вырастет. У меня такого совершенно не было. Я ничего не планировала. Единственное, вот какое-то мое внутреннее желание было, чтобы он был моим компаньоном, чтобы мы были друзьями и все делали вместе, просто именно по желанию обоюдному, чтобы нам вместе было хорошо. И когда он родился, то так и получилось, что он давал мне работать, хоть он все время был на руках, и казалось бы, что это может стать проблемой. И мне, наоборот, было спокойнее, что я его не отдаю кому-то, там, бабушкам или Кириллу, что он всегда со мной и не теряю вот это время с ним первое, которое уже не повторится. Но мы вместе с ним рисовали, делали книгу, составляли схему для вышивки. То есть я ему каждый день объясняла, так, сегодня мы рисуем вот это, сегодня мы там пишем такую главу. Поэтому он абсолютно, савтор действительно полноправный. Я ему и каждый раз объясняю, что мы едем в Петербург, у нас с тобой презентация. И мне кажется, что это и позволяет как раз спокойно переносить мою дорогу и все, потому что я почему-то верю, что все равно он все понимает, все чувствует. И мне кажется, что из-за этого он так быстро развивается, он уже нам что-то рассказывает, машет руками, потому что мы относимся к нему как к полноценному человеку, уже как к Личности. И мне кажется, что как раз из-за этого он такой вот спокойный в этом плане. Не то, что он никогда не плачет, но просто это всегда приходится на вечер, когда мне уже не надо снимать. А вот днем он мне позволяет, поэтому у нас вот в этом плане мы так с ним хорошо сошлись. И может быть, вот эти мои планы, которые я строила в беременности, они как раз реализовались. Но сейчас, конечно, сложность в том, что хочется больше с ним время проводить. И мне так много времени остается просто на блоге, на то, чтобы там снимать что-то. Тем не менее, я, конечно, стараюсь все продолжать, но за последний год блогов увеличилось, и теперь уже приходится больше всего успевать, еще по чуть-чуть и для Ютуба снимать, немного там для ВКонтакте. Поэтому чуть-чуть стало, конечно, сложнее, меньше времени. Но за то, что мне еще очень нравится, что он меня очень хорошо организовывает, потому что раньше я могла, например, сесть за монтаж видео и просто не вставать весь день, и еще ночь монтировать. И потом я просто уже ни вдохновения не оставалась, ни сил. Сейчас у нас такой режим, что в любом случае мне нужно его уложить спать, уйти я уже от него не могу, потому что он проснется, и все. То есть в 10 мы ложимся спать, и я уже не сижу до ночи. Поэтому в этом плане мне тоже кажется, что хорошо, потому что сама я не могла себе выстроить этот режим. Все равно всегда казалось, что что-то закончить, что-то доделать, это на первом месте. Отдых — это где-то на последнем месте. То сейчас, конечно, приоритеты немножко поменялись. Помнишь ли ты себя ребеночком на даче, про которую ты вспоминаешь здесь? То есть вот эти воспоминания, это именно твои собственные воспоминания? Или давно же бывает, что мама рассказывала что-то, фотографии ты какие-то смотрела? Просто всегда очень интересно, как у нас формируется этот образ детства, образ счастья такого совершенно замечательного. Расскажи, пожалуйста, как ты коллекционируешь воспоминания, пересказываешь ли ты их уже малышу, когда его убаюкиваешь перед сном, рассказываешь ли ему что-то. Как часто и в каком виде ты возвращаешься в свое собственное детство, как на странице книги, так и в обычном быту? На самом деле, вот про дачу я очень хорошо запомнила это время, хотя я еще была маленькая. Например, вот в этом же возрасте время в городе я не помню совершенно. А на даче я себя помню, потому что настолько это было ярко и настолько мне все на даче нравилось, что я, конечно, очень хорошо это все запомнила. Мы очень часто вспоминаем с родителями, когда я приезжаю к ним в гости, то мы садимся и вот за круглым столом мы что-то вспоминаем, как мы на даче тоже пили чай или какие-то смешные истории. Но сама я не так часто обращаюсь к воспоминаниям, потому что мне некогда сильно ностальгировать, я очень сильно погружена в настоящее и в будущее проекты, поэтому я редко вообще вспоминаю о чем-то, жалею о чем-то. У меня как-то взгляд все время вперед и стремлен, потому что всегда много планов и много что хочется успеть. И вот тоже плюс этой книги, как раз в том, что у меня получилось вот на какое-то время прямо погрузиться в эти воспоминания. Что-то я, конечно, помню хорошо сама, какие-то истории, но, например, про то, как внутри дачи было, я брала интервью у родителей, прям с блокнотиком, к ним приезжала и записывала, потому что я помню какими-то урывками, и как оказалось, что помню не совсем так, как было на самом деле, то есть в детстве все равно как-то воспринимается иначе, и пространство, и количество мебели. И когда я спрашивала у родителей, оказалось, что все было немножко не так, и все было менее красивым, чем я запомнила. Все равно в детстве ты не обращаешь внимание на какие-то недостатки, ты немножко все идеализируешь. И когда я брала вот это интервью у родителей, конечно, много чего интересного узнала, и какие-то их впечатления, их ощущения, потому что не так часто об этом разговариваешь. Мы можем что-то вспомнить, какие-то истории, но не так часто получается прямо поговорить по душам, что вот каково им было, с двумя маленькими детьми, с котами, без машины, как они вообще решились на эту дачу, как они ее выбирали. Конечно, еще много чего осталось вне книги каких-то историй, но тем не менее здорово, что они вот так сохранились, и сейчас вот по родителям, по их реакции, я вижу, что им тоже приятно, что вот какая-то частичка их жизни вот она сохранилась на страницах книги, потому что фотографий очень мало, тогда не было таких фотоаппаратов, чтобы все снимать, не было такой привычки даже, то есть это только по каким-то случаям, так что они, конечно, очень рады. И я думаю, что теперь вот еще, когда появилась книга, мы будем чаще еще к этому обращаться, потому что все еще больше как-то это стало каким-то ценным для нас, и как-то еще больше нас объединило, мне кажется. Да, мне тоже кажется, что книга – это такая история, которая будет жить вечно. То есть все, знаешь, как архивы собирают, там в коробке какие-то кладут, они немножко выгорают, немножко вот цветают, потом вопрос, как это перевозить, если ты переезжаешь из одного дома в другой, ну и так далее, и так далее. Иногда даже надоедает, вот это, знаешь, груз прошлого, такая доминанта прошлого. А в книге это все так красиво разложено, и такая летопись, в принципе, вот твоего детства, которая передастся уже и твоим детям, и внукам, и так далее. И поэтому мне кажется, что у каждого из нас есть воспоминания про дачу. Дача – это такой собирательный образ, то есть раньше говорили, в деревне у бабушки, и очень многие маркетологи на этом выстраивали, как мы знаем, рекламу хлеба, молочных продуктов, и так далее. А еще, конечно, главная тема – это вот дача, мама, родители, которые свободны хотя бы в выходные дни, но эти выходные дни летом кажутся абсолютно бесконечными. Вот это огромное-огромное бездонное лето, три месяца каникул, вот это наслаждение абсолютно каждым солнечным днем. В детстве мы даже не понимаем, как быстро лето проходит. Вот как ты готовишься к этому, к первому лету в роли мамы? Какие у тебя планы? Ну, из планов пока только это как раз поехать на дачу. Это действительно то, что я планирую. Мне очень хочется приехать туда уже с малышом, и мне немножко пока страшно, как именно это будет выглядеть, потому что приехать на дачу из другого города за тысячу километров – это, конечно, другое. Мы сами-то, когда собирались на дачу, просто до которой нам ехать час или два, мы могли полдня собираться, то есть пока ты соберешь все вещи, всю еду, всю технику, все зарядишь, перепроверишь, чтобы все взять. То есть это всегда полная машина вещей, еще и всегда, чтобы что-то на даче доделать, берешь какие-то строительные материалы, что-то докупаешь. В общем, это всегда был такой квест, каждые выходные, а теперь нам нужно приехать из другого города. Но, в принципе, в этом году у нас нет таких планов по переделке, мы поедем туда отдыхать, поэтому я, конечно, очень этого жду. Немножко страшно, как это будет выглядеть, потому что это и так довольно сложно быть. На даче, например, когда нет Кирилла, чтобы принести воду, нужно пойти на соседнюю улицу, на колонку. Если отключить свет, то тоже ты как-то живешь в новых условиях. Сейчас с ребенком, конечно, я понимаю, что будет еще сложнее, но зато и будет интереснее показать ему речку, показать ему дачу, вообще как это ползать по траве. Мне кажется, что это очень здорово, и мне кажется, что поездка в этот раз на дачу будет больше наполнена именно такими моментами, эмоциями, не тем до-после, которое у меня все время было, и каким-то преодолением, что когда я говорю, давай, Кирилл, еще немного, еще одну комнату, а теперь это будет, наверное, больше про отдых. Ну, посмотрим. А в остальном еще про планы на лето. Нам бы очень хотелось поездить по Подмосковью, мы очень хотим съездить и в другие ближайшие города, потому что я понимаю, что ребенок у нас путешественник, и ему это просто необходимо, и у меня такое ощущение, что, конечно, нам придется много куда-то ездить. Мы и сами, конечно, это любим, но вот почему-то у меня такое ощущение, что ребенку это прямо нужно. Почему ты больше всего соскучилась вот в своей даче? То есть вот когда ты вспоминаешь ее, какую-то комнату или деталь, или штору, подушки, вот о чем ты больше всего скучаешь? Я очень скучаю по кухне. Это такая, наверное, моя любимая комната на даче, потому что там есть окно, и она создавалась вот как-то постепенно из того, что там уже было, и как будто бы вот она само собой создавалась, и по ней я очень сильно скучаю. Еще я скучаю по бане, потому что мы ее закончили уже в конце прошлого лета, и я как бы не успела вот до конца насладиться и насмотреться тем, что мы сделали. Конечно, я скучаю еще просто по самой атмосфере, особенно вечером на даче, когда такой розовый закат, когда птицы поют, тишина, очень поэтому скучаю. Вообще, на самом деле, часто сама пересматриваю свои видео, чтобы вот вспомнить, как это все было. Очень скучаю. И, конечно, еще воспоминания таким свойством обладают, что стирается работа, стираются какие-то трудности, остаются только вот приятные ощущения. Поэтому я, конечно, по даче очень сильно скучаю. И я не знаю, как дальше мы на ней будем жить, как будет быт организован, но надеюсь, что в этом году уж точно получится туда приехать. А что мечтаешь приготовить на даче? То есть есть ли какие-то рецепты, может быть, они есть и в этой книге, которые ты не готовишь дома, то есть в городской квартире, а вот связаны они именно с дачным приготовлением и процессом, и выпечкой, и потом особым ритуалом поедания? Да, на даче у меня обязательно пирожки с щавелем сладкие. Это прям абсолютно дачное блюдо для меня, потому что его готовили на даче моей бабушки и прабабушки, и в городе я его не готовлю. Также из щавеля я делаю сладкий салат со сметаной. Это тоже такая наша семейная история. Не знаю, делали ли еще кто-то так. То есть это сладкий такой салат, что-то вроде фруктового, но из щавеля. И пирог с ревнем. То есть ревень и щавель – это для меня вот как раз самые такие дачные продукты. И еще вот какие-то пироги с абрикосами, например, тоже в городе я редко готовлю. И это больше вот про дачу. Может быть, у кого-то есть вопросы, потому что когда мы переходим к обсуждению рецептов, то, как правило, все хотят поделиться уже своим опытом, потому что на самом деле рецепты из этой книги начали готовить еще тогда, когда не приехал бумажный тираж. То есть на лабиринте там выкладывается несколько страничек традиционно, чтобы читатели могли посмотреть, посмотреть что там. И раз, книжки уже нет, а пирог вот этот, почему-то именно он пользуется такой. Может быть, потому что как раз был выложен туда. Уже есть в сторис. То есть люди попробовали, одобрили. Это, конечно, очень такая совершенно фантастическая история, когда что-то со страниц приходит раньше, чем, собственно говоря, читатели получают книгу в руки. Думаю, что у вас созрели вопросы тоже к Даше, не только про рецепты, а про все, что угодно. Спрашивайте, пожалуйста. Руку, пожалуйста, поднимайтесь. Я подойду. Вижу, вижу. Здравствуйте. Хочу вас поблагодарить за ваши книги. Мне очень нравится книга «Вдохновение». Я как раз тот человек, который приготовил практически все рецепты из нее. То есть я пробовала все от А до Я, я достаю ее каждый месяц, вдохновляюсь, обращаюсь к чек-листам. И вот у меня такой вопрос созрел. Ну, во-первых, будет ли третья книга? Потому что я уже с нетерпением жду ее. Вторую я прочитала, вот как только она появилась, мне приехал предзаказ, и я ее в этот же день прочитала. Вот, тоже с большим удовольствием. Поэтому вопрос, будет ли третья книга? И еще такой вопрос, почему в ваших книгах только сладкие рецепты? То есть для меня человека, который приготовил все, конечно, хотелось бы, наверное, рецепты немного другие, потому что закармливать мужа только сладким уже неприлично. Вот, спасибо большое. Спасибо вам большое. По поводу третьей книги, я думаю, что она будет. Но в отличие, вот как было с книгой вдохновения, пока еще даже книга вдохновения была не напечатана, у меня уже была продумана полностью концепция этой книги. То есть я уже знала, какие будут части, что в них примерно будет. Вот только, наверное, названия еще не было, а так, в принципе, идея уже была готова. В этот раз у меня есть несколько идей для книг, но пока я еще не выбрала, вот на чем именно мы остановимся, в каком это будет виде. Наверное, потому что нужно немножко передохнуть, и пока, может быть, потому что я с ребенком занята. Ну, посмотрим. Да, у нас есть несколько идей. Они ведь идеи, на самом деле, вот сесть и начать писать книгу или сесть и придумать, это вот так, как правило, не бывает. То есть всегда все самое вдохновение, оно всегда приходит в процессе. Вот обычно авторы говорят, засыпаю и вижу название своей книги. Или, не знаю, стою в пробке, это даже к тебе не относится, это более прагматичный автор. И тут пришло озарение, или там, не знаю, укладывая ребенка, или купая его, приходит название. То есть именно книга, это не диссертация, это не реферат, это не научная работа. А если это хорошая книга с энергетикой, это всегда вот просто, она как рождается, не создается, а именно рождается. А отдохнуть обязательно нужно, потому что мы в издательстве каждый раз ужасно неловко тебе что-то, знаешь, что... Ну я как бы знаю, что ты прочитаешь тогда, когда сможешь прочитать в WhatsApp, очень что тебя отвлекать от ребеночка, с другой стороны. Я понимаю, что это счастье для ребенка, что у него такая мама востребованная, занятая. То есть, знаешь, маме, которой никто не звонит, и она никому ничего не должна. Это тоже так себе удовольствие. Поэтому, да, мы обязательно что-нибудь еще сделаем, что-то такое совсем-совсем нежное. И еще более... Не будем пока рассказывать. А по поводу рецептов еще отвечу. Почему сладкие рецепты? Потому что для меня вот именно сладкая выпечка так повелось, что в нашей семье это всегда было проявлением любви, часто это было подарком. То есть, если мама что-то пекла, она пекла очень часто, то это прям такой маленький праздник каждый день. Еда не сладкая для меня, это просто еда. Она не несет такой атмосферы. Конечно, есть какие-то определенные рецепты, которые хочется там приготовить на праздник, они тоже несут за собой какую-то атмосферу. Но все-таки вот именно сладкие рецепты, выпечка для меня, это вот как раз про любовь, про семью. Поэтому они есть в книге, но они в книге не для того, чтобы вот эта книга стала кулинарной. Нет, это именно как часть вот этой, не знаю, как это, кроме атмосферы еще можно назвать, чтобы это стало частью дня, частью вот какой-то истории. То есть я пишу, например, про воспоминания с дачи, и там есть рецепты, которые мы готовили на даче. То есть они нужны для полноты картины. Для ассоциации. То есть еда как блюдо, как ассоциация. Чтобы вы могли их приготовить и тоже вот приблизиться как-то к этому, прочувствовать, как будто мы с вами вот вместе что-то сделали. То есть это не кулинарная книга, все-таки рецептов там не так много. И, насколько я помню, здесь даже меньше, чем в книге «Вдохновение» рецептов. Хотелось их добавить вот точечно, просто как дополнение вот самого повествования. Еще вопросы, пожалуйста. Дарья, здравствуйте. Хотела вас поблагодарить большое за вашу книгу. Вы всегда меня вдохновляете своим Инстаграмом, блогом, Ютубе, ВКонтакте. Везде на вас подписаны, всегда смотрю. Уже не первый год. Такой вопрос, извините, если он очень личный. Не могли бы вы рассказать историю знакомства ваших родителей и историю знакомства вас с Кириллом? Спасибо. Ну, мои родители познакомились в студенчестве. Это был какой-то праздник, и с Кириллом мы познакомились точно так же. То есть мои родители из разных университетов, и мы с Кириллом точно так же познакомились. Я в одном институте, он в другом. Но на день первокурсника моя сестра пригласила меня, чтобы я поехала не на свой день первокурсника, а к ним. И так я познакомилась с Кириллом, ее одногруппник. И вот так вот в общей компании мы познакомились. Но еще до нашего знакомства моя сестра говорила, что мы как-то друг к другу подходим, потому что у нас юмор очень похож. На самом деле я вообще этого не показываю в блоге, но мы с Кириллом просто постоянно шутим. У нас миллион каких-то историй, песен, каких-то кличек. В общем, это часть, которая вот такая наша личная. Но вот на этом мы как-то сошлись. У нас очень похож юмор. Родители мои познакомились. Тоже это был праздник. Мне кажется, что это было перед днем рождения моей мамы. Как раз в марте у нее вчера был день рождения. И я помню, что там была какая-то история с тортами, что была целая стопка таких коробок с тортами. Их забыли где-то около метро. В общем, так они познакомились. Я, кстати, спасибо большое за вопрос. Только благодаря ему поняла, что у нас немного истории похоже. Как тут не спросите про то, вопрос, который всех волнует, как Кирилл относится тоже к декорированию жизни. Знаешь, как люди говорят, и что же, вы так же его одеваете, и вот так же он ест таких же чашечек. Вот как бы да, но расскажи, как это все проявляется. Мне кажется, что вы очень гармонично смотритесь. Даже знаешь, как бы всегда не знаешь, с чего, с кого из вас все этот стиль начался. Начался, конечно, с меня, но не было такого, что я прям специально ему прививала. Просто я накрываю на стол и ему подсовываю винтажную чашечку. Конечно, Кириллу нужно их 10, чтобы напиться чаем. Но тем не менее, ему это нравится, потому что ему приятно, что раз и какой-то небольшой праздник. То есть не то, что он сам бежит накрывать на стол вот таким же образом, он просто с радостью принимает то, что я ему предлагаю. По поводу стиля одежды еще часто спрашивают. Это тоже как-то постепенно пришло. Просто я начала сначала так озеваться, и потом смотрю, Кирилл постепенно тоже обращает внимание на какие-то вещи, что-то мне скидывает. И я смотрю, что это как раз в том направлении, в каком-то винтажном. Сейчас мы с ним часто прям одни и те же вещи замечаем в магазинах. То есть он просто как-то органично так под меня подстроился, и ему сейчас нравятся такие вещи. То есть я просто задала какой-то вектор, ему это нравится. Мне кажется, что это происходит не из-за того, что ему вот этот стиль оказался прямо близок. Кирилл, у него какое-то есть доверие, что ли, моему вкусу. То есть мне кажется, что бы я ему не предложила, он скажет, да, что это красиво. Ну вот правда, ни разу не было такого, чтобы мы поехали, например, на какую-то съемку. Я, бывает, фотографируюсь в очень странных нарядах. Ну просто я, например, что-то стилизую. Я была, например, в красном колпаке. И Кирилл говорит, ну что, поехали в кафе. После каждой съемки, говорит, поехали. Я говорю, а тебя не смущает, что я в красном колпаке? Он говорит, нет, так красиво. В общем, он как-то вот ему просто доверяет, вот тому, как я выгляжу, значит, так и должно быть. Поэтому ему, на самом деле, мне кажется, что все равно нравится вот такая часть жизни, потому что он работает на такой очень нервной, обыкновенной работе. И приходит домой, и у него какая-то раса, совершенно другая жизнь, что-то совсем другое. К тому же, ему не нужно вот что-то создавать для этого, все равно это же какие-то усилия. А он просто наблюдает за этим, как-то участвует. Мне кажется, что это интересно, когда вот у тебя такая смена, и ты можешь вот в совершенно другой мир погрузиться. Мне кажется, что это здорово. Но, конечно, я, безусловно, ему очень сильно благодарна. Я, конечно, понимаю, что как мне повезло именно в плане вот этого понимания моего стиля, что мы сошлись в этом, и наоборот, это нас объединяет. Я знаю, что бывает по-другому. Поэтому тут я нисколько не умоляю вот именно его качество как человека и его поддержку. Очень хорошая у тебя первая сессия малыша получилась. Там, где вот вы втроем одинаково с козырьками вот эти козырьские беретки, вот прям точно видно, что, значит, ребенок слеплен вот прям по тем же лекалам. Очень-очень вот там похоже, вот втроем на этом коллаже. Вот, то есть малыш, я думаю, что тоже будет разделять твою эстетику. Мне кажется, что да. Тоже у меня спрашивали, что буду ли я заставлять там ребенка одеваться в таком стиле. У меня вот такое ощущение, что вот люди вокруг меня, они как-то сами собой вот подстраиваются под это. Не знаю, у меня и в семье тоже очень много чего появилось. Например, вот я выложила недавно видео, и у родителей там есть буфет винтажный, комод. И многие написали, ах, вот в кого. А на самом деле, наоборот, вот любовь там, например, к винтажной мебели родители у меня как бы переняли. Допустим, они тоже вдохновились каким-то моим покупкам с Авито и стали что-то находить там тоже вот уже для своего дома. Вот, и как-то у нас в семье и люди вокруг меня так получается, что они просто вот потихоньку как-то подстраиваются в чем-то. Конечно, это в своем стиле, в своем направлении, не копируя, а просто вот мы с ними в одном направлении начинаем двигаться. Поэтому с ребенком мне тоже кажется почему-то, вот мои пока впечатления, что он с радостью будет участвовать и в съемках, и в каких-то моих затеях. Но посмотрим, я, конечно, не буду его как-то заставлять, но первое время, мне кажется, что ребенку все интересно, ему просто важно быть с мамой. А потом, когда у него уже появится свое мнение, то мы уже, конечно, будем смотреть, и у него, может быть, вообще какой-то будет свой стиль. Я его, конечно, в этом поддержу. Еще вопросы? Дарья, здравствуйте. Самое главное, благодарю вас за ваши книги, ваши видео и то, что вы выкладываете ВКонтакте. Честно сказать, я с большим нетерпением каждый раз жду, что вы выложите хотя бы какую-то картинку ВКонтакте. И я хотела вам задать два вопроса. Я смотрю и много раз пересматриваю ваши видео в Ютубе про дачу, про дом, про уют. И всегда мне задается вопрос. Я понимаю, что вы как бы создаете свой уют, свой интерьер. И когда вы только въехали на дачу, купили этот участок, вы как-то с мужем обсуждали, как вы будете делать этот интерьер, как обставлять, как что. Или вы делаете, как вам нравится, а он все с вами разделяет. Это первый вопрос. А второй вопрос. Вот в связи с сложившейся ситуацией в стране, вы все равно продолжаете заказывать мебель из Франции. Ну вот вы говорите, да, видео. И у меня вопрос. А не знаете, как вот сейчас вот ваш магазин, который вы заказывали обувь себе, да, из Великобритании, как-то сейчас есть возможность ее получить? Потому что нас в России я искала, нигде найти не могу, хотя бы чуточку похоже. Я нашла, конечно, одну женщину. На ярмарке мастеров она занимается, ну, как бы сказать, она вручную делает обувь классическую 19 века. Красивое все, но таких сапожек нет. Спасибо вам большое за все. Спасибо большое за вопросы. По поводу того, как мы обустраивали на даче, то сильно мы не советовались. Я просто Кириллу рассказываю, что тут у нас будет так, тут будет так. Он просто соглашается. Ну, ему просто, я не скажу, что ему просто самому очень интересно вот именно придумывать. Ему нравится, что я придумываю. Но все равно я могу сказать, что придумать что-то или выбрать, или, например, искать на Пинтересте, это довольно сложно. Это и меня утомляет. Например, искать что-то на Авито, я, несмотря на то, что я это делаю часто, я это и люблю, и ненавижу. Это все равно затрата времени, это все равно труд. Придумать все это, как это будет сочетаться. По поводу дачи у меня постоянно были волнения, что я там что-нибудь закажу, еще не приехала. Я хожу и целыми днями думаю, а подойдет, не подойдет, а вдруг не будет сочетаться, а вдруг придется вернуть. И вот какие-то асимитания, конечно, еще на Кирилла повесить после своей работы, еще вот там выбор чего-то я не хочу. И ему, мне кажется, что это не особо интересно. Ему нравится, что этим я занимаюсь, поэтому он соглашается на все. Единственное, я могу сказать, что у него есть такая мечта, он мне как-то ей рассказал, и это на самом деле очень мило. Когда к нам приходят гости, то они приходят ко мне в комнату, ну вот когда у меня была своя мастерская, как в музей. И там, что, ой, вот это покажи, вот это покажи, у меня же там много деталей. Кирилл мне недавно сказал, что я так тебе завидую, у тебя есть комната, где столько всего интересного, ты можешь столько всего показать. И я ему пообещала, что я тоже ему помогу обустроить его кабинет, и он уже туда себе выбирает какие-то кожаные. Детали он мне рассказывает, что там будут зеленые стены, ну понимаете, да, то есть все, я только за. Поэтому ему вот свою комнату, конечно, хочется, и у него вот уже есть какие-то планы, какие там будут стены, что там обязательно будет. Я его там поддерживаю, надеюсь, что у нас получится ему тоже обустроить такой уголок. А в остальном, по поводу дома, у него нет такого, что я там хочу, чтобы кухня была такая. Нет, это абсолютно не его тема, не его история. Он все-таки просто приходит домой, ему на самом деле не сильно важно, как там все, в каком стиле, там, цветочки, не цветочки. Он просто приходит домой, чтобы отдохнуть. Это называется доверие. Да, по поводу одежды и обуви из-за рубежа, это сложный вопрос, потому что я тоже пока не знаю, как вообще что-то покупать. Я перед тем, вот, по-моему, прошлой зимой, я думала, что все, хватит. Мне каждый месяц там приходят еще какие-то новые вещи, все это нужно у себя где-то хранить, фотографировать. Я думаю, надо все перепродать, все, ну, почистить гардероб, в общем, оставить только прям самое-самое любимое. Но когда все это началось, я поняла, что так, я все оставляю себе, потому что не знаю, будет ли еще возможность, да, какие-то необычные именно вещи доставать. Я, конечно, знаю, что мы точно не останемся без одежды. В России очень много брендов, и сейчас очень много брендов, которые шьют изо льна, много винтажной эстетики стало появляться. То есть это стало как бы трендом, к моему сожалению, потому что, когда я начинала, еще не было, вот, ТикТока не было тренда на Cottage Core, и мне очень нравилось, что это прям было что-то такое очень узкое, очень мало вообще, кто в этой стилистике работал. И потом этого стало так много, что уже многие от этого устали. Конечно, мне это не сильно на руку. Но зато вот как плюс, что очень стало много брендов, и у нас в России, у нас и много в Петербурге дизайнеров, и в Москве тоже я знаю много, поэтому точно не останемся без одежды. По поводу обуви я тоже надеюсь, что будет появляться. Кстати, вот буквально, мне кажется, два года назад прям тоже был тренд на викторианские вот такие как раз ботильоны со шнуровкой. Они были и в Заре, и во всех магазинах масс-маркета тоже вот можно было поймать. Я надеюсь, что просто сейчас тоже это будет появляться, и будем покупать из России. Потому что даже когда я заказывала, вот про тот магазин, который вы говорите, это было очень сложно, потому что я заказала из Дании в Америку, из Америки уже к нам. То есть это двойная доставка через весь мир, и очень долго нужно было ждать, поэтому сейчас я бы так уже, наверное, не стала делать. Поэтому просто будем надеяться, что все еще будет появляться. Еще вопросы, пожалуйста. Дарья, здравствуйте. Я, естественно, присоединяюсь ко всем благодарностям и похвалам, которые уже сегодня прозвучали. И я хотела бы сказать, что я историк моды, и для меня глава в книге про дачи дореволюционной, она мне безумно понравилась. И я хотела спросить, возможно, есть какие-то еще периоды в истории, в которых костюм, быт вас вдохновляет, или, может, какие-то любимые художники у вас есть? Спасибо. Да, на самом деле, вот мне много периодов в истории нравится. Мне еще очень нравится в Средневековье, как раз вот эта история, и на вас тоже корсет. То есть мне тоже это очень нравится. Я как-то не ограничиваюсь вот одним периодом. Мне очень нравится Эдвардианская эпоха, и у нас это получается дореволюционная как раз мода. То есть это начало XX века. И также мне нравится вот как раз Средневековье, но больше, наверное, вот в таком сказочном прочтении. Не как это было на самом деле в костюмах, а немножко вот уже такое, как это сказать, уже адаптированное к современной моде. На самом деле мне много что нравится, и все это зависит еще от самой темы. Например, мне нравится там стиль 50-х, но не в целом, а когда это конкретный образ, когда это вдохновлено чем-то еще помимо просто исторического периода. То есть мне нравится к истории еще прибавлять какой-то образ из литературы или из кино, и тогда это получается больше сказочно. Все-таки не хочется прямо одеваться, как же сказать, то есть полностью копировать эпоху или пытаться воссоздать ее исторически. Мне кажется, что это больше для кино, а для жизни это все равно должно быть адаптировано. И мне еще нравится как-то миксовать. Например, на мне сегодня вещи из моей коллекции, и они как раз были вдохновлены книгой, которую я в этот момент писала. И когда мне поступило предложение сделать коллекцию, я решила сделать в этой же эстетике. И у меня просто как-то вот вся и одежда, и книга, они все на один период, получается, выпали, и поэтому они в одной стилистике. И корсет, но мне вот больше как раз уже в другой совершенно истории, то есть это не сочетается как бы с этой эпохой, да, начала 20-го века. И поэтому мне нравится именно миксовать. — А можно я потом попрошу, кстати, всех девушек, кто сегодня пришел в таких вот, как сказать, в стиле Левиной, как у нас говорят, нарядах, потом, пожалуйста, выйдите вот отдельно все на сцену, хорошо, и нас вот сфотографируют красиво, хорошо. — Да, я вижу девушку прекрасную в платье, летом садике. — Да, потому что вот я тоже уже прям вижу. Это очень-очень приятно, когда приходят вот как настоящие фанаты. — Продолжаем задам. — Да, да. — Вопросы, пожалуйста. — Дарья, здравствуйте. Еще раз я тоже присоединяюсь к благодарности вам за ваши работы. Будучи беременной полтора года назад, я наткнулась на ваш ролик на YouTube-канале и не могла оторваться. Потом пошел второй, третий ролик. Итак, до самого конца. Я надеюсь, конечно же, что у вас и дальше будут прекрасные продолжения ваших работ, не только книг, но и видео. Еще раз благодарю вас за это все. И как раз вопрос о детке, о вашем льве. Он подрастает. И как вы будете адаптировать свои вещи для прогулок с вашим ребенком. Потому что, будучи мамой, очень надо активной быть в прогулках и просто в быту. И приходится из каких-то романтичных образов переходить в более такие спортивные. Как вам видится то, что вы сделаете со своими вещами? Будете ли вы что-то в них менять или же приобретать какие-то новые? Независимо от вашей стилистики или, может быть, что-то другое выберете? Спасибо вам большое. Но что точно я не планирую делать, это покупать какие-то спортивные вещи. Я, если честно, не вижу взаимосвязи между тем, что нужно быть активной. Это сразу значит спортивная одежда. Есть множество других вещей, которые подходят для похода за грибов или для игр с ребенком. То есть не обязательно это спортивная одежда. Это могут быть брюки, это могут быть какие-то ботинки. Но это будет что-то в природных цветах, из натуральных тканей. Поэтому мне кажется, что именно спортивная одежда совершенно не обязательна. Это какой-то миф, что мама сразу должна быть в спортивной одежде. Я думаю, что возможно. Я просто еще, конечно, у меня такого опыта не было. У меня, конечно, есть младшие сестры, и я примерно представляю, что это такое. Но я думаю, что, возможно, появится больше брюк. Я реже, может быть, буду носить прямо платья, вот такие, как я сейчас ношу на повседневной основе. Но тем не менее, даже сейчас, когда у меня маленький ребенок, я дома всегда в платьях. Ну, в таких примерно, как вы видите меня. Просто я специально готовила их, чтобы они были более с тонкой тканью, не льняные, хотя льняные, кстати, тоже есть. Но просто я так себе построила быт, чтобы у меня была возможность их часто стирать, часто менять. У меня прямо рейл, где я могу их быстро сушить. Поэтому я все-таки стараюсь сохранять свой стиль, потому что мне это просто самой приятно. Мне не хочется переодеваться в спортивные костюмы. Мне кажется, что это совершенно не обязательно. Конечно, усилий, может быть, требуется больше. Я понимаю, что, может быть, в спортивном костюме, может быть, мне было бы удобнее. Но это не значит, что мне было бы лучше или комфортнее. То есть удобство просто такое вот, чтобы физически было удобно, это не то же самое, чтобы быть, в принципе, довольной. И для меня важнее все-таки чувствовать себя собой и оставаться собой, то есть не превращаться в маму полностью. Все-таки нужно разные, мне кажется, роли сохранять в себе и сохранять свои интересы, и оставаться женой, и оставаться для вас каким-то вдохновителем. Поэтому я вот буду стараться все-таки как-то себя сохранять. Еще вопросы, пожалуйста. Дарья, здравствуйте. Я хочу вас тоже поблагодарить очень сильно за все ваши книги, за ваши видео, за ваши посты. Они безумно вдохновляют. Я как-то один раз наткнулась ВКонтакте на рекламный пост, который рекомендовали, и я больше не смогла оторваться. Тогда я еще не нашла YouTube, а чуть попозже на свадьбу мне бабушка подарила книгу «Вдохновение», и тогда я уже для себя открыла и YouTube, и все остальное. И вы теперь таким ярким маячком для меня красоты, вдохновения, уюта и отдыха, и спокойствия души. Иногда бывало, когда я только читала книгу «Вдохновение», у меня прямо мурашки по коже бежали, насколько она прекрасна. А у меня есть вопрос, может быть, он покажется очень простым. Какой у вас любимый цвет? Спасибо вам большое за такие слова. Я, правда, это очень ценю. Особенно, когда мне говорят, что как-то отдыхают, когда читают мои книги или смотрят видео. Для меня это особенно приятно, какую-то свою миссию вижу, чтобы немножко людям давать вот такой отдых, немного отвлечься. По поводу любимого цвета. Я, наверное, больше всего люблю зеленый. Этот цвет, мне кажется, что он сочетается абсолютно со всем, и он подходит ко всем сезонам, поэтому я часто его выбираю не только потому, что он мне нравится, а еще потому, что я знаю, что, значит, эта вещь точно я ее смогу использовать круглый год, или в интерьере она будет хорошо смотреться круглый год. Поэтому, наверное, зеленый. Но вообще я умею со всеми цветами работать. Я просто знаю, какие они примерно должны быть, что это должны быть такие грязные, припыленные цвета. И поэтому, в принципе, любые цвета могу адаптировать, но мне сложнее с холодными оттенками, например, с синим, фиолетовым. А все, что в теплой гамме, это прям все мое. Задаем еще... Давайте, пожалуйста, последний вопрос. Самый интересный. Я иду туда, потому что мы еще оттуда не задавали вопросы. Пожалуйста. Здравствуйте, Дарья. Меня зовут Наталья. Сегодня специально к вам на презентацию я прилетела из Волгограда. Через пару часов лечу назад. Хочу поблагодарить вас за ваше творчество. Ваш блог прекрасен. Он вдохновляет меня на работу в своей мастерской. Кстати, сегодня я привезла вам подарок. Винтажную елочную игрушку ватную хочу подарить, если вы согласитесь. Ну и вопрос, который я хотела задать. Есть ли у вас опыт переделки с какой-нибудь современной вещи под старину, под ту эпоху, в которой вы себя окружаете? Или все-таки вы сразу предпочитаете приобретать винтажные вещи прошлых эпох? Спасибо вам огромное. Во-первых, что вы прилетели. Это прям какая-то особенная честь, когда прилетают прямо из других городов, прямо до мурашек. Спасибо огромное. Я на самом деле так удивляюсь, что не все на меня подписаны, получается, с самого начала. И те, кто подписался, например, только на блог ВКонтакте, для них целая эпоха осталась, получается, вообще закрыта. И, конечно, я очень много переделала вещей, поскольку у меня прям целое направление моей работы, это были стилизации. То есть я стилизовала разные фильмы, книги. Это съемки, которым я полностью делала сама реквизит, готовила, иногда шила наряды, что-то переделала сама, делала прическу, и сама же себя снимала, сама обрабатывала. То есть полностью все от и до я создавала историю. То есть у меня их огромное множество и по «Принцессам Диснея», и по «Гарри Поттеру», и по «Властелину колец», по множеству книг и историй. И, конечно, я очень часто для этого переделывала предметы. Я брала, например, какой-нибудь новый будильник и переделывала его в такой старинной для съемки «Алиса в стране чудес». Я переделывала туфли, просто современные масс-маркеты, переделывала их как раз в стиль такого, не знаю, как сказать, что-то в стиле 16 века, такие туфли для съемки «Золушки». То есть я очень много чего перекрашивала, переделывала. Я лепила из глины что-то. Я помню, лепила мандрагору из «Гарри Поттера», из глины, прямо делала ее листочками, что-то шила, что-то вышивала. Поэтому, да, я это очень люблю. Наверное, больше я это люблю для съемок. Все-таки как для интерьера, например, мне больше нравится настоящая старина, то есть настоящие какие-то винтажные предметы. Например, вот мебель состаренная, состаренная искусственно. Мне не очень нравится, да, когда специально добавляется там патина или что-то состаривается специально красками. Это не совсем мое. Мне больше нравится винтажная мебель. Но что касается съемок, то чаще всего я все-таки что-то делаю сама. Дорогие все, мне тут просто вот сообщили, что кроме того, что малыш ждет Дашу дома, еще очень много читателей ждет возможности подойти и войти в зал на других залах. Поэтому хочу еще разочек поблагодарить, во-первых, вас всех, что вы пришли, что вы пришли такие красивые, добрые. Очень приятно смотреть на людей, которые улыбаются. Это просто, это очень приятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!